92 государства приняли участие в первом съезде народов Евразии. Мероприятие было приурочено ко дню евразийской интеграции и включало 30 деловых событий, в том числе пленарное заседание, тематические сессии, круглые столы и выставки. Делегация из Якутии приехала в Москву большим составом. На их стенде книги, национальные сувениры, ткани, посуда и костюмы от якутских модельеров. Но это не главное, что привезли жители северного края на первый съезд народов Евразии. Стремление стать частью нового общественного движения, объединяющего народы и желание рассказать о своей родине. Вот что движет более чем тысячи участников мероприятия. Якутия не один, а самый большой субъект Российской Федерации. У нас очень развитая инфраструктура, очень развито рыболовство. У нас много национальная республика, очень много народов у нас представлено. И мне кажется, это самая главная наша задача – показать, кто мы такие. Инициатива проведения Первого съезда народов Евразии принадлежит Ассамблее народов России. А воплощение в жизнь этого проекта – заслуга специально созданного для этой цели Международного организационного комитета. Я хочу сегодня поблагодарить всех членов Международного комитета, представителей неправительных организаций 17 стран, которые помогли провести, подготовить этот съезд. Также в мероприятии приняли участие представители органов власти, члены Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, члены общественной палаты, руководители национально-культурных автономий, иностранные политические и общественные деятели, журналисты и люди культуры. Республика наша, благодаря своей многонациональности и ассамблее, сумела сохранить то единство многонационального нашего народа, который является нашим крупным совершенно плюсом. Каждый мог выступить с докладом, рассказать о своих наработках и проектах. Особое внимание на мероприятие уделяли развитию межрегиональных интеграционных процессов на территории Евразии. После пленарного заседания началась работа по секциям. Дискуссии были по 20 направлениям, в их числе – вопросы безопасности, экологии, культуры, образования и семейных ценностей. Создали проект, который называется «Могу стать мамой». Это для тех женщин, которые как раз-таки столкнулись с проблемой бесплодия. И на этих тренингах, на вебинарах мы как раз рассказываем, как самостоятельно увеличить свои шансы стать счастливыми родителями, как преодолевать психологические причины бесплодия. Напомним, решение о создании Ассамблей народов Евразии и проведении первого съезда было принято ещё в ноябре 2016 года на форуме народов России и Евразии представителями 12 стран. Таким образом, это в полной мере общественная инициатива. Яна Яковлева, Наталья Григорьева и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ.